Спасибо большое, садитесь. Мы с вами, если не ошибаюсь, начинаем сеть в инфекцию. Последняя, которую я провел, была четвертая. Пятая, шестую провели для вас преподаватели, которые меня заменяли. И вам должны были рассказать про хэш-таблицы. Собственно, первая была про структуру данных куча и саптеровку пирамидальную. И вторая про другую структуру данных, это структура данных хэш-таблица. Я так понимаю, что открытая хэш-таблица на списках связанных, на односвязанных списках. Правильно? Или на двусвязанных списках. Наверняка прозвучало и то, и другое, я подозреваю. Я еще посмотрю видеозапись. Но сейчас я хочу рассказать вам о том, что хэш-таблицы органичным образом уже встроены в язык Python 3. Еще Python называют языком, в котором поставляется с батарейками. Better is included. Если в других языках, для того, чтобы воспользоваться какими-то структурами данных, какими-то вещами, часто бывает, нужно импортировать какие-то библиотеки нестандартные, что-то где-то искать, как-то это прикручивать, то в Python 3 очень многие вещи входят туда по умолчанию. И вот две структуры данных организованы в Python именно на хэш-таблице. На какой именно хэш-таблице, для нас это не важно. Ну, вы, наверное, представляете себе, что у хэш-таблицы прекрасная асимптотика. Ради этого ее и создают. У нее прекрасная асимптотика. А какая именно асимптотика у хэш-таблицы? На добавление лимита. На добавление лимита какая асимптотика у хэш-таблицы? От единицы. На удаление элементов. На поиск элементов. От единицы. Да, то есть возникает ощущение, что хэш-таблица это cool. И вообще, действительно, ну что может быть лучше? То есть надо найти данные, дали его коп и магически достали с коробки. Понимаете? Раз из огромного массива данных, произвольного фактически размера. Тем не менее, не все так облачно. Я не знаю, про вот этот момент было или нет сказано. Про необходимость перехэширования при избыточном росте хэш-таблицы. Ларич? Отлично. Ну, так вот. Есть такой момент. И если вы вдруг будете когда-нибудь на каком-нибудь языке самостоятельно реализовывать хэш-таблицу, то вы столкнетесь с конкретными фактическими вот проблемками. Вот они выползут. Но это бывает так в любой структуре данных. В любой структуре данных бывают какие-то тонкости. То есть идея классная, идея хорошая. А тонкости требует... Ну, вы знаете, вот как, не знаю, вроде бы построить дом, например, да? Это фундамент, стена, крыша, все. А вопрос о коммуникации и начинается возня. А какие? А как их правильно провести? А что будет, например, золото? И так далее. Это... Есть всегда тонкости. Они требуют кропотливой работы. Вот. Если бы все можно было просто. Вот раз алгоритм и все. Вот в хэш-таблице при реализации эти тонкости возникают. А именно, да, что у нас от единицы действительно, то есть количество операций. Сейчас неважно, допустим, на поиск элементов. И количество элементов. Так вот, или на добавление. Давайте лучше на добавление. То есть у меня есть структура данных в хэш-таблицах. И добавляю, добавляю, добавляю. Что будет происходить? Вначале у меня не происходит никаких коллизий. Хэши, ну и, соответственно, индексы, да? Я на самом деле даже не хэши интересуюсь, да? А процент N, индексы. Индексы не совпадают или почти никогда не совпадают. Да, то есть у меня в целом вот константа. Но начиная с некоторого процента заполнения, мне сложно сказать, с какого именно. Да, то есть есть некоторое N-max, да? Давайте я его поближе поставлю, да? Некоторое вот N-max, на которое рассчитана хэш-таблица. Да? Если она закрытая, то больше этого количества элементов в ней хранить не удастся. Потому что в этом случае хэш-таблица тупо массив, только с правилом раскладывания и перекладывания, если ячейка уже занята в индекс, в который мы уже будем. Понятно? Ну, а что же происходит? Ну, вы делали открытую хэш-таблицу. То есть хэш-таблицу, в которой... А вы знаете, что такое закрытая? Открытая хэш-таблица, в которой в каждой ячейке ссылка на список, да, односвязанный. Закрытая хэш-таблица, в которой в каждой ячейке, это тупо массив в каждой ячейке, реально в значении хранится. Там невозможно хранить в одной ячейке сразу несколько элементов. По одному индексу всегда лежит один элемент. Да, если занято, то перекладываем в следующий индекс, который не его родной. Из-за этого в закрытой хэш-таблице есть проблема с удалением элементов. Про это тоже, наверное, было сказано, да? Или не было сказано? Сейчас не будем обсуждать. Есть всякие мелочи, тонкости, проблемы, связанные с этим классным алгоритмом. Их можно преодолеть. Да, но, тем не менее, некоторые тонкости мы должны понимать хотя бы вот такие. Да, что когда мы наращиваем количество хранимых элементов, у нас есть асфердотика вот здесь вот, и количество коллизий, оно возрастает. Возрастает оно так, что в закрытой хэш-таблице, для того, чтобы добавить последний элемент, или поискать элемент, нам надо при таком наличии коллизий просто пробежать практически всю таблицу по кругу. Наконец-таки вы найдете условно N пополам операции. Но в любом случае асимптоника, что поиска, что добавление, добавить очередной элемент, найти пустую ячейку, наконец-таки, все сводится к линейному тупому поиску, где же как раз, когда же наконец попадется это. То есть уже никакой там ни двойной хэш не спасает. Пропадает эффект. Ну как сверхпроводимость пропадает при очень больших магнитных полях, при высоких температурах. То есть мы пытаемся, как сказать, еще, еще, скорее не при высоких температурах, интересно, вопрос с магнитных полями. Пытаемся эксплуатировать эффект. Классно, хэш-таблица, еще элементов. В конце концов, накрывается вся эта O1-1 асимптотика. То есть она на самом деле работает в масштабе, пока количество реально хранимых элементов, оно, ну я физически использую, пока оно много меньше зарезерлированного объема. То есть если у меня, я собираюсь хранить в хэш-таблице, если я собираюсь хранить в хэш-таблице 100 элементов, то мне надо зарезервировать объем памяти, ну, желательно тысячу. Почему? Ну потому что в этом случае, если я буду пытаться прижаться к сотне, буду жмотить память, буду говорить, ну давайте, ладно, 150. У меня там коллизия на коллизии будет и есть. Все время я буду попадать в те же самые индексы, где уже кто-то сидит. И вся польза от хэш-таблицы пропадет. Вся польза от перепутывания пропадет. Поэтому надо так, чтобы реальное количество, оно, ну давайте так, что такое многое меньше, не совсем понятно. Давайте я так скажу, что n должно быть меньше, чем 0.1 умноженное на n макс. Ну вот это хорошо. Ну конечно, самая вот ситуация там критичная. Ну хорошо, 0.5. Это уже плохо. 0.5 это уже плохо. Ну 0.3, 0.3 еще и сойдет. Я говорю еще раз. Я вам боюсь называть конкретные числа, потому что тут возникает вопрос, какая конкретная реализация, какой конкретный хэш, как обходятся эти коллизии, если они возникают. Да? Если это открытая хэш-таблица, там асептотика помягче, вот это на выходе. Да, она помягче, и самое главное, что там в принципе существует возможность пихать еще. То есть в открытую хэш-таблицу, когда у меня в каждом списке больше, чем в среднем один элемент, ничего можно продолжать пихать сколько угодно. И ускорение достигается уже за счет того, что мы просто хотя бы диспетчеризуем наши элементы на много списков. Иначе вы можете себе представить, что односвязный или двусвязный список, линейный такой, да? Что это крайний случай хэш-таблицы размера один. Когда хэш всегда возвращает нам одну и ту же первую ячейку, давай вот этот список гони. То есть в худшем случае, а если хотя бы два, то уже диспетчеризация на два списка, то есть так будет помягче. Но все равно нас это, конечно, не устраивает. Иначе бы не создавали ради этого структуру данных. Единственный выход, который может быть, знаете какой? А? Ну как, ну если нам надо, нам надо по-прежнему иметь базу данных в памяти, быструю, которая будет по-прежнему, да, у отъявиниться. Что делать? Эта операция называется, ну, представьте себе, сейчас я на человеческий, да, переселение, да, не записывайся. Ну когда людям вот территории настолько не хватает, что уже все, коллизии пошли, да, нужно, называется, найти какую-то территорию, переселиться, может быть. В данном случае это называется перехеширование. Нам действительно нужно отрезервировать новый объем памяти. То есть у нас была в себе хэш-таблица, мы в ней там жили, а что-то там, вот, это самое, забилась она уже, да. Более того, в ситуации с закрытой хэш-таблицей, когда происходит многократное удаление, то удаляемые элементы реально не удаляются, они помечаются, как удаленные, и продолжают загрязнять хэш-таблицу в своем присутствии. Поэтому, надо что, надо взять, отрезервировать новый кусок памяти, да, взять, вот тут пока пусто, хэш, ну можно в принципе ту же хэш-функцию, да, но у нас будет n-max-штрих, другое число, в рамках которого мы будем распределять индексы, да, то есть, как бы тот же самый хэш, процент n-штрих-макс, да, новый. И мы берем каждый элемент, перевычисляем еще раз хэш, да, то есть его ключик оказывается теперь по ключу, хэш по ключу, да, и расселяем, их как-то так, у нас снова получается прекрасная разреженная структура данных, коллизий мало, все прекрасно, но, вот это вот перехэширование, во-первых, оно должно быть вовремя обнаружено, пока еще не наступил, вот этот вот волшебный момент, да, какое-то там число 0,2, 0,3, 0,5, в общем, в какой-то момент, да, кто-то грамотный, понимающий, как устроена данная конкретная хэш-таблица, понимающий ее поведение, асимптотическое, это раньше, позже она стартует, да, должен взять и решить, в какой именно момент начинать это перехэширование, будете выписать хэш-таблицу, вам придется осуществлять вот эту вот работу под капотом, кроме того, конечно, надо понимать, что перехэширование, вот эта операция, когда мы расширяем, расширяем хэш-таблицу, да, на новое пространство, она требует существенного времени, причем она возникает в какой-то, может быть, даже неподходящий момент, это как дефрагментация жесткого диска, а ладно, дефрагментацию все-таки люди, обычно системы не старта сам, он пускает дни, ночью, а вот есть такая вещь, как своп памяти оперативной, ну, когда у компьютера маловато оперативной памяти, реально физической, он начинает пользоваться жестким диском, и вот в какой-то момент вы вздумали открыть приложение, которое было открыто, просто вы на него alt-tab сделали, но вы на него не открывали полчаса, а это приложение, операционная система уже всю его оперативную память загрузила на жесткий диск, ну, потому что нужна была реальная память физическая для ускорения работы в других приложениях, все вытащила на жесткий диск, и вот вы alt-tabнулись на это приложение, на компьютере с не очень большим количеством оперативной памяти, и ваш компьютер ушел в жесткий своп, так говорят, он начинает, операционная система говорит, о, так это приложение нужно оказывается, он начинает тащить это с жесткого диска в память, а в памяти занята, начинает так, это обратно на жесткий диск, это с жесткого диска, что поможет такому компьютеру? Ну, во-первых, добавить оперативной памяти, а второе, это SSD-диск, то есть ускорить работу самого жесткого диска, потому что иначе там да. Ну, это ладно, это отдельный вопрос, но в этой ситуации вот этот момент начинается внезапно, неожиданно так, раз, и пошло торможение, и ничего с этим сделать нельзя абсолютно, потому что это работа, которая выполняется на уровне ядрооперационной системы на наивысшем приоритете. Ничего с этим не сделала. То есть, такие протормаживания, как раз, и его надо переждать. Но это неизбежно. Понимаете, да? Вот здесь это наступает, вот переполнение хэштаблит. Ну, какой-то момент надо принять. Это нельзя сделать плавно. Вы не можете плавно начать переезжать туда. Ой, заполнилось, да, переезжать. Ну, может быть, может быть, какие-нибудь суперклассные разработчики ПО типа, там, Oracle, например, для своих баз данных. А базы данных, революционные, про которые сегодня речь пойдет, они организованы по принципу хэштаблиц. Именно потому в революционных базах данных можно хранить огромные массивы данных и искать их так быстро. Благодаря хэштаблицам работает современная индустрия, работает информатизация фирм, государств, банков. То есть, вот это все махины производственные фактически так, которые близки к реальным благам, производимым этими фирмами. Потому что без информационной системы вести бизнес, конечно, нельзя. Так вот, именно благодаря алгоритму хэштаблиц, которые мы узнали в прошлой лекции, это все, эти все махины ездят. Именно благодаря вот этому от единицы, и пока он не исчерпается, отсюда что? Ну, приходится, да, перехэширование производить. И это все лучше спрятать под капотом. Под капотом чего? Вот мы делали структуру данных. Вот мы как ее... Структура данных это что такое? Это данные, которые организованы таким образом, чтобы доступаться к ним вполне определенными конкретными алгоритмами, которые согласованы между собой. То есть, есть алгоритм добавления, есть алгоритм удаления, есть алгоритм поиска, может быть, еще какой-то алгоритм есть, да? Ну, хотя бы вот эти три нужны для любой структуры данных, правда? Добавить, удалить, поискать. И эти три алгоритма, в принципе, с точки зрения теории алгоритма, алгоритмами разными являются. Именно поэтому курс, который я вам рассказываю, да, информатика, точка алгоритма и структура данных, он не только про алгоритмы. Ну, потому что с какого-то момента становится важно обсудить, а как же данные-то организованы, да, и как их хранить. Так, что я хотел вам сказать, что это дело надо спрятать под капотом вот эти алгоритмы, набор алгоритмов, спрятать под капотом чего-то. Но, что это будет? Ну, вам, конечно, таблицу, как что писать? Как класс. Именно так. То есть, вам нужно сделать некий объект, ну, объект некоторого класса, понятное дело. Этот объект будет в себе инкапсулировать алгоритмы по работе с данными, да, и ссылки на эти данные тоже хранятся внутри него, как его свойства. И желательно, чтобы этот объект, да, которым мы могли бы назвать базой данных, но это очень громкое слово, база данных все-таки подразумевает взаимодействие с ней на языке баз данных. Лучше назвать это как? Ну, некая коллекция. Надо сказать, что вот эти коллекции, стандартные коллекции в питоне, являются его так называемым золотым запасом. Если вы откроете вот эту книжку, Марк Соммерфилд, она есть в библиотеке, в не очень большом качестве экземпляров, если их еще РТшники не разобрали. Вот, и там она начинается, я почему не хотел в первом семестре, чтобы вы ее сильно видели, потому что, ну, вы же не поймете, иначе смысл, да, надо вам объяснить вначале какие-то базовые алгоритмы, вас надо дообразовать немножко после школы. Вот, ну, вот здесь вот начинается, да, золотой запас питона. Да, первое, типы данных, да, второе, ссылки на объекты, вторая, составляющая, составляющая номер три, коллекции данных. Коллекции данных. И среди этих коллекций, та, которую вы должны были полюбить, первая, я вас к ней подвел, вначале я вам рассказал про списки, как и про массивы, и только потом я взял, вот, показал, ух ты, а их можно расширять, да. Соответственно, вот эти самые коллекции, коллекции. Языка Python 3 включают в себя, что? Ну, первое, любимое, вами, сейчас я открою, чтобы я прям по списку прошелся. Какой у нас этот золотой запас? Начинаю с 27-й страницы, как вы сказали, первое, коллекции данных. Итак, какие коллекции данных мы имеем? Первое, так, сейчас одну чекучку, это табл, да, табл, я, их название вначале английским, потом расшифровка русская. Мы называем это еще словом кортеж. Кортеж или неизменяемый список. Прекрасная коллекция, ее можно было полюбить хотя бы за вот это вот, за x, y равно y, x, да, и возможность кортежного присваивания, что очень легко, вот эти две штуки, даже не взятые в скобки, не надо им брать в скобки, просто вот раз, два и два значения сразу вот сюда. Да, хотя бы за это, за возможность вернуть из функции сразу несколько значений, да, f от x равно f от x, y, вот, x, y равно f от x, y. Хотя бы за вот это, что можно сделать из функции, return двух значений через запятую. Да, на самом же деле, кортежи, то есть, само то, как легко они создаются, уже многое дают и многое для нас. Значит, вот, а второй, это то, что я вам сказал уже, это список, лист, да, который под капотом прячет массив, массив ссылок, правда, массив не конкретных типов элементов, да, массив ссылок, но это массив. Между прочим, вот эта вот штучка, расширение массива, когда он заполнился, когда эти пенды добили его до конца, взять и расширить его аллоцированный запас автоматически, она есть так. Она, кстати, тоже немножко времени требует, потому что расширение памяти это запрос к операционной системе. Операционная система, она должна как-то среагировать на этот запрос, она должна ему сказать, я тебе даю, и вот тебе адрес, которым ты будешь пользоваться. Это все происходит там, спрятан от нас. Но мы должны знать, что очередной ипенд, в принципе, может и будет, вот если мы делаем много-много подряд ипендов, один из этих опетов обязательно будет происходить дольше других, потому что, ну, не может происходить. Есть даже конкретные числа, следующее число аллоцирования, то есть последовательность чисел, выбранная Гмитом Ванросумом при создании языка. Я не помню ее обоснований и сам не помню этих чисел. Ну, почему именно такие числа есть, это лучше спросить у Егора Максимова. Значит, второй, это список. Понимая под этим, понимая под этим, что это на самом деле динамический массив ссылок. Потому что вы теперь знаете, что есть такая структура данных, как список, и чтобы не путаться, я его теперь возьму вот здесь в кавычки. Потому что в языке C++ лист, это будет как раз односвязанный, прошу прощения, двусвязанный список. Там будет двусвязанный список. Вот, чтобы вы понимали, ну, вот так уж выбрано в питоне, так уж это есть. Список есть список. Во многом он так называется, потому что он может хранить разнотипные данные. Ну, в смысле того, что он не хранит, он хранит однотипные ссылки. Но ссылки-то указывают на разнотипные объекты в потенциале. Поэтому, да, он вот такой. Ну, это понятно. Я тут даже не знаю, что вам показать. Давайте я лучше покажу что-нибудь из динамического. А точка и пендер. Вот эта вот характеристика, я его, да, характеризую больше всего. Потому что туда можно что-нибудь допихнуть. Что он именно динамический массив. Ну, и еще, конечно, то, что у него доступ к индексу происходит за год в единицу. Ну, впрочем, и у этого тоже. Какая еще коллекция данных у нас входит в золотой запас? Так, списки, 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 списки. Ах ты ж, здесь проекта больше нет. К сожалению, в начале проекта больше нет. А вот время пришло, вы будете отправить. Значит, следующая коллекция, которая нас касается именно сегодня. Следующие две. Это сет и дикт. Сет и дикт. Что такое сет? Это множество. Что такое дикт? Это словарь. Вы сталкивались с ней? Да. На лабортовке. И были пояснения какие-то? Или просто вы их использовали фактически и все? А? Ну, не было, наверное, пояснений почти. Да? Так вот, послушайте, пожалуйста. Множество и словарь – это хэш-таблица. То есть, они работают по принципу, да, хэш-таблица, ой, простите, хэш-таблица-инсайт. Но есть некоторое отличие. В сет… Ну, а что это значит, раз там хэш-таблица? Значит, мы за О от единицы делаем практически все, да? Работа за О от единицы. Почему хорошо, что эти две структуры данных встроены в язык? Да потому, что эти объекты хорошо продуманы, отработаны. И не надо никаких библиотек подключать. И за вас уже решили вот этот вопрос, в частности, перехэширование, чтобы это было относительно вовремя, и спрятано от вас. То есть, в момент, когда вы добавляете очередной элемент туда, вы не слишком сильно должны об этом задумываться, можно относительно спокойно этим пользоваться. слегка понимая, что да, конечно, в какой-то момент наступит перехэширование неизбежно, да, и мы должны как-то там провзаимодействовать, и что… Ладно, давайте с вами двинемся вперед. Теперь я буду рассказывать вам о том, а что с ними, собственно, можно делать. Как этими структурами данных пользуются, какие там методы. и сет, и дикт являются не строго типизированными в том смысле, что там могут храниться элементы разных типов. Элементы разных типов. Но и там, и там обязательно должны быть элементы, добавляемые туда, они должны быть хэшируемыми. Есть такая функция хэш, которая обязательно должна быть для элементов и сет и дикт определена. Если вы захотите добавлять в множество объекта своего класса, да, то у вас обязательно должна быть определена для них. Да, значит, из этого опять же следует, что нужна функция хэш от х, чтобы она работала. Стандартная функция, стандартный способ захэшировать чешу. Это можно сделать за счет добавления специального метода в свой класс, чтобы ваш специальный метод для вашего класса и объектов, соответственно, вашего класса показывал, как именно вычислять хэш, чтобы учесть внутреннюю специфику вашего конкретного. Все, это последнее, пожалуй, замечание. Давайте теперь перейдем к... Давайте вначале множество. А, да, еще один важный момент, тоже касающийся того, как устроено хранение в хэш-таблице. В хэш-таблице данные хранятся упорядоченно, скажите. Упорядоченно ли хранятся данные в хэш-таблице? Всегда нет. Определение, хэш-функция по определению должна хорошо перепутывать, даже если не просто числа хранятся, перепутывать их друг с другом, так, чтобы точно не происходило у нас попадание в один и тот же индекс. То есть, чтобы они у нас вот различались существенно. Так, сейчас одну мучку. Итак, действия, которые можно выполнять множеством. Добавлять и удалять элементы. Проверять принадлежность элемента множеству. Перебирать элементы множества в беспорядочном виде. Нельзя. То есть, нет какого-то определенного порядка, по которому вы будете перебирать. Так. Перебирать элементы. И есть еще операции над множеством. Выполнять операции над множеством. Итак, давайте с вами разберемся, как множество задается. Задается оно очень просто. Если я задаю его с конкретными элементами, то его можно задать вот так. Просто раз. И в фигурных скобках через запятую перечисляем элементы. Причем некоторые из них вполне могут быть строками. Какие-то могут быть там любого другого типа. Я уже сказал, что так можно. Как описать пустое множество? Тут очень важный момент, что пустое множество это не вот это. Это не пустое множество. Потому что вот две фигурные скобки зарезервированы для словарей. Словари тоже работают с фигурными скобками. Сейчас я это покажу. Поэтому нет, не вот так. Пустое множество задается как сет с пустыми скобками. То есть я вызываю конструктор типа, конструктор экземпляра данного типа, который мне просто по умолчанию создает пустое множество. То есть структуру данных, в которой ничего пока как элемент не содержится. Можно создать множество на основе любого итерируемого объекта. Если я вызову этот конструктор и передам туда нечто, по чему можно проитерироваться, то пожалуйста. Давайте пример. Input split. И у нас множество слов введенных в строке попадется. Что еще? Там не знаю, файл. Вот вы уже открыли файл. F равно open. Один текст F в кавычках. F read lines. Если вы... Любой. В конце концов сюда можно просто строку. Строками тоже итерируемый объект. По ней тоже можно пробежаться, и ее символы станут элементами во множество. При этом, если у меня в этом итерируемом объекте один и тот же элемент встречается несколько раз, то он пропадет, ну если пропадет, повторит второй раз, он не будет добавлен. В множестве каждый элемент присутствует только один, ровно один раз. Так, двигаемся дальше. Значит, с этим есть. И поехали дальше. Работа с элементами множества. Что можно с множеством делать? Самая базовая операция. Значит, x in a. x in a. Это логическое выражение, но либо правда, либо нет. То есть, если вот это вот значение там присутствует, то да, оно есть. Если не присутствует, то его нет. Только важно, чтобы это значение было хотя бы потенциально хешируемым, чтобы хеш можно было вычислить. Поэтому вот такой момент. Ну и есть обратная операция, да. x not in. Пишется двумя словами. Сделано исключительно для повышения читабельности кода. Это абсолютно соответственно к тому же самому, что not x in a. Просто вот для повышения читабельности легче было понимать. Так. Значит, дальше. Это операция добавления. Она делается при помощи add. add. Обратите внимание, что это не append. Это не append. По-другому называется операция. Почему? Ну, append подразумевает допихивание в конец. Вообще наличие конца когулы. Понимаете? В множестве нет порядка. Оно хорошо именно в своих беспорядках. Поэтому туда, ну, добавить как множество, да. Поэтому это, да. То есть слово отражает суть. Что еще? Это удаление. Удалений есть несколько. Удаление номер а. Простите. Удаление номер один. Discard. Удаление номер два. Ремун. Удаление номер три. А. Точка поп. Чем отличаются эти три удаления? Удаление а точка поп удаляет какой-то элемент из множества. Ну, какой-то. Вам никак не гарантируется, какой. Ну, и оно, удаляемый элемент, возвращает. То есть вы можете взять и получить удаляемый элемент, тем самым вы его как бы случайным образом подстригаете. Говорят, а ну, гони элемент. А ну, гонит элемент, и вы с ним делаете, что хотите. Ну, перегоняйте в какую-то другую структуру данных, там, на экранах буду дать, что хотите. Ну, в общем, это способ удалять какой-то элемент по очереди. Можно так поп, 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 и все добыли в итоге. Порядок никак вам не гарантируется. Чем отличаются Discard и Rewoo? Ну, во-первых, и в том, и в другом случае вы явно видите, что мы удаляем конкретный элемент из. Да? Вопрос. А есть этот элемент, который мы удаляем или нет? А если удаляемого элемента у нас вообще нет? Там. Ну, оказывается, происходить будет по-разному. Так, сейчас я точку. Кончик. Происходить это будет по-разному. Ну, Discard ничего не делает. Если X нет, если X нет, да, то не удаляем, то ошибки нет. То есть он просто молча прогладывает. А Remove он должен удалить. Если удалить не получилось, то он вызывает ошибку, которая называется... Сейчас. Key Error. Соответственно, Key Error. Если X нет. Я, кажется, говорил с вами... Вы тот поток, с которым я довольно много говорю про механизмы, методики разработки. Не столько механизмов, сколько методики разработки. И, в частности, я с вами проговаривал про тестирование. Вот пора сказать вам, наверное, еще одну вещь, что программисты любят ошибки. Ну, в смысле того, что программист любит, когда ошибка видна. И очень не любит, когда ошибка спрятана и не видна. Программисты лучшие противники с коррупцией. Коррупция любит темноту. А программист, он ненавидит темноту. Он хочет, чтобы, Паш, если уж есть какая-то ошибка, чтобы она сразу была видна. Видна утечка какая-нибудь. Вот, в частности, почему рему вам пользоваться лучше? Ну, раз уж вы удаляете элемент, то, наверное, вы верите, что он есть там. Правда? Ну, иначе зачем его удалять? Поэтому, если вы удаляете элемент и подразумеваете, что он есть, удаляйте его вот так специально, чтобы, если что, питон кинул вам исключение, и вы как можно раньше узнали свое ошибочное представление о происходящем. Очень плохо, когда программист не представляет себе о том, что же реально происходит в программе. Он верит в одно, а программа, на самом деле, совершенно делает другое. Так, ну и дальше. Дальше, какие теперь операции можно... То есть, в принципе, операции типа элемент множества здесь все есть. Да, то есть, операция x принадлежит, а... x, вот эта операция x не принадлежит, а... Ну, пожалуйста, да. Значит, ну и операции включить элемент в а... Я не смогу это написать на языке алгебры. Включить элемент в а или удалить его оттуда. Да, но теперь давайте... Алгебра, она больше такая декларативная, там нет изменяемых структур, да? Скорее, декларирует новую структуру, которая строится на основании других. Так вот, теперь давайте с вами операции над множеством. Над множеством. Это будут операции. Операция... Ну, естественно, что здесь везде нужно писать так. С равно а или б. Да, это объединение множества. Для него есть возможность вызвать его через точку словом union. А точка union в скобках b. Не знаю, надо ли это писать. Ну, давайте я напишу. А точка union в скобках b. Понятно, что это... Объединение. Пересечение. Это а и b. Или а, соответственно, это у нас будет intersection. Intersection. Ну, и понятно, что это такое, да? Это пересечение множества. Дальше. Это разность множеств a-b. a-b, ну, или difference. a точка difference b. Что такое разность множеств? Когда из множества a... Это не симметричная операция. Из множества a при помощи множества b выкусили некоторое количество элементов. То есть это все элементы a, кроме тех, которые являются элементами b. Так. И симметрическая разность. Я не буду писать симметрик подчеркивания difference. Слушай меня, простите. Так, c равно a. Вот такая галочка. Та же галочка, как у ксор. Так, как у исключающего или вот такая вот. Да? Она в математике треугольничком пишется между множествами. Треугольничек такой. Разумевает, что это элементы a, которые не являются элементами b, объединенные с элементами b, которые не являются элементами a. Вот такая симметрическая разность. Ну и еще самое, по-моему, интересное. Самое интересное. Знаете что? Это логические операции, связанные с множествами. b, а именно a больше либо равно b. Это что значит? Что a является над множеством b. a над множеством b. Оно правда когда? Оно правда именно тогда, когда b является под множеством a, а a над множеством b. Ну и естественно, что в обратную сторону тоже работает, лечили б равно b, соответственно, a является под множеством b. То есть как вам удобно, можете хоть так, хоть так это делать, строить, да? Ну и есть такие операции, как в математике. Я не помню, точнее, они в математике есть, но я не помню, как обозначаются. Когда у вас строгое под множество, то есть под множество, но не эквивалентное этому множеству. То есть, но не само множество. Потому что под множество является собственным под множеством. Слишком много глаз в телефоне. В этом случае здесь понятно, да? То есть a больше b, а меньше b. То есть это подразумевает то же самое, но при этом неравенство. То есть это значит, что это то же самое. Это что такое? Я пишу так вот эквивалентно. Чему? Что a является над множеством b, да? И при этом a не равно b. Ну и здесь это что? Эквивалентно тому, что a является подмноженным. То есть здесь значок меньше, да? А математикой, вот зачем круглой подпаковкой такой, да? a под множеством b, а вложено в b, при этом a не равно b. Почему это самое интересное про множество? Потому что это первый тип данных, для которого у нас нет строгого... который невозможно выровнять. У него, точнее, как это называется? Не упорядочивая ему. То есть множество, множество принципиально не упорядочивая ему. Если рассматривать вот это, как отношение больше-меньше. Показываю. Допустим, у меня есть множество 1, 2, 3. И множество b, 2, 3, 4. Если я буду писать вот такой вот if, я пишу каскадную конструкцию. Вот я говорю. Если a больше b, то... иначе, если a меньше b. И else... Ну, я-то верю, что вот здесь что? Ну, если a больше b, ложь на... Если a меньше b, ложь на... Ну, они, значит, равны друг другу. Ничего подобного. Ничего подобного, да? Я могу вот здесь вот написать. Иначе, если a равно-равно b... Кстати, операция равно-равно тоже присутствует, да? a равно-равно b. И истинно тогда и только тогда, когда реально они совпадают по элементам. Это могут быть разные объекты, но они равны друг другу. То есть у них все элементы равны друг другу. Так вот, оказывается, что у меня возможен вот этот else. Он существует в природе. То есть ни больше, ни меньше, ни равны. Да? В этом случае мы что можем констатировать? Что, ну, извините, a и b, они в принципе не упорядочиваем. Это вот... Ну, это математика. Это, да, причина здесь не в том, что битон нас дурит, а в том, что такова математика этих объектов. Такой математический объект. Множество, причем самые простые, числовые множества, конечные. Ни a, ни больше b, ни b, ни больше a. При этом они не равны друг другу. Вы знаете, я вам скажу, иногда люди любят помериться крутизной. Кто круче, а или b? b или a. Люди должны быть настолько мудрыми, все-таки, мне кажется, по крайней мере, физтехи, должны быть мудрыми, интеллигентными, чтобы осознавать ценность каждого конкретного человека. Какая-нибудь уборщица, тетя Клава, она, конечно же, знает, может быть, и меньше, кажется, но можем ли мы сравнить, потому что она знает какие-то тонкости, которых не знаем мы в жизни. Да, может, она бывала когда-то на допросе у КГБшника и знает, как себя вести, так, чтобы не посадили твою семью. А нам эти знания могут понадобиться через какое-то время. Их так будет не хватать. Как не сдать своих близких, да? В общем, может быть, она знает, как нянчить младенцев, как менять им памперсов, этого не знает. Понимаете? Так же мериться, кто круче, кто умнее. Люди должны очень осторожно и лучше уважать другого человека, когда кажется, что ты намного более мощное множество, а у меня больше элементов. Слушайте, но такая, во-первых, мы должны понимать, что если мы не равны друг другу, не эквивалентно, а два человека, конечно, никогда не эквивалентны. Уж если множество, они ведут себя вот так вот, что они могут быть не равны ни больше, ни меньше, то уж люди-то тем более. Ладно, не про человечность. Лекция. Давайте мы с вами двинемся дальше. Про множество мы с вами закончили. Давайте поговорим о словаре. Слушайте, ну словари – это просто классная штука. Вот за словари одни можно было бы уже пользоваться бетоном. Встроенная коллекция, как микробаза данных, которую можно добавлять, из которой можно удалять, и которая ищет просто вот так раз и сразу. Так, сейчас, одну минутку я пропал. Значит, во-первых, словари, да, диктони обозначаются, встроенные словари есть. Или, короче, таблица у них под капотом, я уже сказал. Значит, в словарь добавляется несколько, точнее, ключ и значение, то есть туда добавляются пары элементов. Не один, а всегда два. Ключ и значение. Их еще, у них есть второе название, кстати. У них есть еще одно название – ассоциативные массивы. Ассоциативные массивы. Именно под этим названием вы встретите их в языке C++ и, возможно, в других языках. Там они будут называться ассоциативные массивы. Правда, есть другие версии ассоциативных массивов, которые организованы на двоичных деревьях поиска, про которые речь у нас зайдет значительно позже, но в этом семестре мы это затронем. Но такой встроенной структуры данных в питоне нету, а в C++ есть такая. На двоичных деревьях поиска там другие ассимптотики, но принцип хранения похож. Так, что-то я не могу разбудить его. Сейчас еще одна попытка. О, успешно. Итак. Так, сейчас. А, я забыл про множество. Еще сказать одну важную вещь. Если мы хотим узнать, сколько элементов в штуках хранится множество, то есть мощность, текущую мощность множества, лен А вернет нам ее. n равно лен А вернет нам количество общего. лен А вернет, хотите куда хотите, куда присваивает. Количество элементов, хранящихся в руке. Итак, поехали со словарем. Поехали со словарем. Создание словаря. Пустой словарь можно создать фигурными скобочками. Ради него зарезервировали эти две фигурные скобочки. Надо сказать, что во втором питоне было там с множеством словарем наоборот там. Но потом поняли, что словари используют люди чаще. Множество они реже используются. Словарь вот такой. Значит, это первый вариант. Второй вариант создать пустую словарь. Дикт с пустыми скобочками. Тоже так можно. А как создать словарь, в котором будет нечто разложено? Ну, давайте создадим словарь, в котором я напишу лавна двоеточие 1 запятая ту двоеточие 2 так? Три ну, достаточно двоеточие 3 Что я сейчас делаю? Ну, во-первых, посмотрите на структуру. Мы видим, что через запятую идут пары. Что-то двоеточие, что-то, что-то двоеточие, что-то, что-то двоеточие, что-то. Кстати, двоеточие здесь используется в совсем другом варианте, да? Как оно у нас было в конце строки для того, чтобы отделить тело условного оператора или все, цикла, тело, функции. Здесь оно совершенно в другом синтактическом характере используется, как разделитель между ключом и значением. То, что находится слева, это ключ. Это ключ. А вот это, это значение ключа. как дальше можно как, да, прошу прощения, еще еще один момент, наверное. если у меня есть два списка упорядочек, 1, 2, 3, 1, 2, 3, и я хочу создать вот такой словарь. Есть альтернативный способ его создания через функцию zip. Что такое zip? А? Ну, честно сказать, вот я сейчас не полезу в словарь выяснять точно. Я знаю, что архиватор zip, он такую змеечку имеет на своем символе. Змейку, застежку такую. Раз, 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 раз. Вот в питоне слово zip используется для специфической функции, которая работает с итерируемыми объектами. Так, функция zip функция zip берет два итерируемых, два, три, четыре итерируемых объекта, но к ним одно очень важное требование. Вы, когда змейку смыкаете, какое требование к змейке? Что два вот этих края змейки, они имеют одинаковую длину. То есть будет странно, если вы застегнули, один край застегнулся полностью, а у второго остался кусок. Так не делают одежды, так не делают, не изготавливают змейки, там всегда соответствующей длины. Соответственно, zip позволяет два списка взять вот так вот и запихнуть. И получится итерируемый объект пар кортежей из элементов а и б. То есть у меня на выходе, вот это вот, если я скажу с равно, то с это итерируемый объект, причем он сделан так, чтобы, это не список, потому что мы там взяли и все в памяти загнали, то есть я структурировал список из кортежей. Нет. Зачем создавать реально в памяти этот список из объекта? То есть он делает их на лету. В момент, когда вот это зипованного итерируемого объекта, давайте слово итерируемый объект заменять словом последовательность. Хорошо. Когда у этой последовательности захотят взять очередной элемент, скажут ему дай-ка next, он ровно в этот момент возьмет, спросит next у а и у б, соединит их в кортеж и выплюнет как результат. За счет этого он не будет тратить никакой дополнительной памяти. Понятно? Поэтому зип работает мгновенно. На этом основывается в частности один из элементов функционального программирования. Почему оно классно? Работает со всякими списочными объектами, со всякими последовательностями. Ну вот, в этом смысле зип достаточно эффективен. Но меня сейчас он конкретный интервью, чем? Что у меня был список, оставит список протежей. Были два списка, прошу прощения, одинаковой длины. А, список ключей, давайте назову его как? Ну и ладно, давайте эту строчку, это как пояснение, я оставлю, а здесь я создаю уже словарь. Д равно дикт, это, что я вызываю конструктор словаря, и конструктору словаря я могу дать итерируемый объект кортежей пар. ключ и значение. Я ему сюда и суну зип от к запятая в. Где, соответственно, к список ключей, мне очень важно, чтобы этот список, он был вообще-то как-то упорядочен. То есть, мне порядок, они же будут смыкаться друг с другом именно в этом порядке, и этот ключ, он будет привязан к конкретному значению. Поэтому я пишу снова список, хотя на самом деле это может быть не список, а рейдж какой-нибудь арифметическое. Прогрессивный. Любой другой деримином объект. И v, соответственно, это список значений. Ладно, обсудили, как создавать, давайте, зачем создавать. Двигаемся. К тому, зачем создавать. Значит, что можно делать? Первое, главное действие. Я всегда могу узнать значение для определенного ключа. И это делается обычным оператором квадратной скобки. Именно поэтому его называют ассоциативный массив. Возникает ощущение, что я как элемент массива беру. Но обратите внимание, что этот кей совершенно не обязательно число. у меня здесь что является ключом? Строка. Х, пожалуйста. Значит, я вполне могу взять вот здесь вот написать D от 1. И чему у меня будет равно велье? Единички. То есть, он достанет соответствующее значение. То есть, в принципе, так, в качестве ходового решения, я помню, в ЕГЭ лет, еще учились некоторые из тех лицеи, я там подавал. Я помню, один год был с одиннадцатиклассниками, там была задачка в подразительных материалах, в которой требовалось написать программу, которая числа, введенные по-русски прописью, складывает друг с другом, выписывает в развернутой форме, то есть, там будет лежать 95 плюс 34 плюс 48 плюс 17. Нужно было, чтобы она ответила, соответственно, развернутым русским языком, что получится 100, сколько это там. Сейчас я мысленно не буду. Это при помощи словарей делается тривиальным образом. Берем большущий словарь, в который загоняем все фразы, вот чему равно это число, то есть, есть фраза, и чему оно равно. Дальше прогоняем через этот словарь все слова того, что нам туда пихнули с клавиатуры. Если такого не найдено, нам суммили мусорное слово, там, то есть, задачки их надо было игнорировать, потом все это численно просуммировали, а потом нам правда нужно как-то сделать еще обратное восстановление, но это сейчас не касается. А, кстати, задачи по-моему не было, это уже числят. Реализация этого на другом языке типа паскаля или си, она требует создания массива, поиска по этому массиву, и поиск по этому массиву будет производиться, естественно, за линейное время, нужно бежать по всем возможным словам, поиск по слову, это дело длинное, мы обсуждали не сейчас, а обсуждали с вами поиск по строке. Это вещь не очень-то быстро, хотя там все эти строки короткие, да, и массив-то не длинный, но в принципе в целом возможность взять и напихать какие-то значения для различных строк, это уже классно. А если я вам скажу еще и то, что вполне можно туда пихать в качестве ключа кортежи, строк и чисел, то есть какие-то стандартные коллекции, чего нельзя использовать в качестве ключей, никогда. Изменяющиеся значения, изменяемые объекты. Ключ не должен быть изменяемым объектом, потому что я его кладу, кладя туда, кладя его, да, я не показал, как туда покласть, покласть очень просто его туда. Если я хочу дополнить словарь каким-то элементом, я могу взять и сказать d в кавычках for равно 4. Хоба! И у меня словарь теперь для слова for возвращает 4. То есть присваивание в как бы элемент, не существующий элемент словаря вот такое присваивание приводит к появлению новой пары ключ-значений внутри этого словаря. Как быть, если я не хочу достать... Да, попытка достать значение для несуществующего элемента приводит к исключению key error. Ну, кстати, не индекс error, а именно key error, потому что мы ищем по ключу, а не по индексу. да, то есть попытка достать например d от 5, да, она к чему приведет? Она приведет к key error. До свидания, извините, программа пока. Вы пытаетесь добыть из словаря значение ключ. Да, значение по ключу, причем этого ключа там не хранится. Как же быть, если вы хотите проверить, хранится что-то или нет? Слушайте, оказывается очень просто. Точно так же, как в множестве. Вот эта вот самая операция in и not in, они работают и для словарей. Только как бы получается, что когда я работаю с ним при помощи этих операций, то я как бы забываю про значение и думаю только о множестве ключей. Так, то есть вполне можно взять и спросить, например, 5 in d, да, ну там, if 5 in d, да, if в кавычках 5 in d и повторить то же самое, да, и что-нибудь там добавить. Да, там, x равно t. Все. Вот оно логическое утверждение, которое либо правда, либо ложь в зависимости от ключа. никому не видно, там уже не видно, там написано if 5 in d, вот как вот тут. Так, ладно, давайте чуть-чуть двинемся. Значит, и еще немножко про добавление. Я сказал, давайте, про удаление. Удаление элемента происходит другим образом, а именно оператором del. del a от key. Причем в этом случае у нас точно так же, как remove из множества, у нас в этом случае может произойти исключение key error. Соответственно, мы можем здесь у нас может быть ошибка ключа. Поэтому, если я хочу перехватывать эту ошибку, то мне нужно сделать соответствующий блок try, либо безопасное удаление словаря, которое не приводит к последствиям, есть вот такое вот. Обратите внимание на него. Вам видно все? Тут вроде всем видно. Посмотрите. a точка, ой, простите, d. d. pop в ситуации со словарем pop достает не случайный элемент, а он достает элемент по ключу. соответственно вы можете попросить конкретный ключик, и он вам его вернет этот элемент от x. Я сейчас специально не ставлю, я могу поставить скобку, но если я поставлю сейчас скобку, то у меня произойдет key error, очевидно, да? Ну, если я пытаюсь добыть опять элемент и его по ключу. Ой, простите, тут не x, а key. скобка? Это value x, а key по ключу, да? И опять, если ключа нет, будет проблема. Но, если я хочу, чтобы это произошло мягко, мне надо, чтобы было какое-то значение таки возвращено в качестве дефолтного, в качестве стандартного. поэтому я вот сюда вот ставлю через запятую дефолт value, какое-либо число, которое, не знаю, минус 1. Таким образом, что у меня получится? Или 0, или что-то еще, что я хочу, что если вдруг ключ E в словаре D не найден, в этом случае у меня что произойдет? у меня вот это значение станет значением X. X примет значение минус 1 в данном случае. При этом никакого исключения key error не будет произведено, потому что есть стандартный алгоритм поведения, а, нет, он просто хочет дефолтное значение, ничего страшного. Так, значит, ну и что в результате? Что в результате? Еще один важный момент. это возможность итерирования по словарю. Перебор элементов словаря по ключу. Да, ну, естественно, что у словарей тоже как-то можно спросить, сколько в тебе хранится сейчас пар ключ-значения LEN от D. Какой мощности это сейчас? Да, и перебор элементов словаря. время наше еще чуть-чуть есть. Я, пожалуй, здесь напишу пример, а потом уже пакутить задачку. For key in D. То есть, если я пользуюсь словарем как итерируемым объектом, то он делает вид, что он множество ключей. Понятно? Мне не обязательно, можно, но не обязательно сделать for key in D. key keys. Да, я, если хочу явным образом получить именно подмножество его ключей, то я могу вот так, вот так вот D.keys и куда-то их присвоить. Кстати, между прочим, это и будет не set, там остается dictionary keys класс, как-то он называется или как-то еще там. В общем, есть некоторая тонкость, потому что объект, полученный в результате вот этого вот, он остается связанным со своим тем объектом словаря по-прежнему. Он с ним еще связан, если у него изменятся ключики, то вы это заметите в этом объекте, который у вас хранится с отдельным именемом. Но это делать в любом случае не надо, если вы всего лишь хотите пробежаться по ключам словаря, то for key in D, да, for key in D, двоеточие, ну и давайте сделаем, например, давайте принтанем print key запятая D вот key а вот здесь я пользуюсь как? А здесь я пользуюсь именно как ассоциативным массивом, то есть я по ключу добываю значение и отдаю на печать пары ключ запятая значение и здесь абсолютно точно не будет никакого key error не будет из ключей потому что эти ключи точно из этого словаря да поэтому D от key всегда будет работать нормально в данном случае так итерироваться по представлениям словаря изменяя словарь нельзя ки из возвращает представление ключей всех элементов values возвращает представление всех значений слово представление здесь разумевает как бы множество ключей как бы множество значений которое по-прежнему еще связано с этим объектом то есть если вы хотите это дело скопировать в отдельный независимый объект то есть получить отдельное множество ключей то сделайте пожалуйста каким образом вы хотите вы сделаете пожалуйста сет на его основе а равно сет от D точка ки из то есть вы получили D ки из его представления ключей оно является итерируемым объектом вы его себе съели в A и пожалуйста теперь можно по этому A бежать тут допустим и удалять элементы D но в процессе пока вы бежите по любому из представлений либо по самому этому D бежать и удалять его нельзя естественно что у и у множества и у словаря есть еще методы их можно посмотреть в какой-нибудь интерактивной среде там типа I Python Vidal тоже подсветка есть то есть если вы создадите объект словаря и с точечкой вы наберете точечку ну просто увидите какие там есть методы можно в пайчарме там вам все подсветит покажет какие-то методы можно в конце концов в справку залезть значит давайте какой-нибудь посмотрим пример пример использования словаря для частотного анализа по строкам типичная ЕГЭшная задачка 27 сколько это лет назад выбор правда там были выборы в Груздуму но у нас будет выбор президента итак значит что известно в этой задаче дано число N это количество бюллетеней N это количество бюллетеней я сейчас исключаю ситуацию испорченных бюллетеней ну вот и всякие особенности да то есть у меня здесь и отсутствует кандидат против всех но у нас он и так то есть если уж у нас есть то это у нас уже не испорченный бюллетень вот список N не испорченных бюллетеней в которых какая-то из фамилии будет присутствовать и далее следует N строчек содержащих собственно фамилии да то есть N фамилии различных кандидатов я сейчас не буду реальных кандидатов да я например там Беглинишев так Кудрявцев так Кудрявцев Яковлев Яковлев Теприкоров Яковлев ну и так далее то есть вот это вот это у нас будет идти N фамилии вы давно узнали эти фамилии да фамилии заслуженных авторов учебников математики ну неважно да анализ аналитической геометрии ну ладно значит чего дальше требуется определить найти определить самого популярного автора учебника ну там на самом деле там была ситуация какая там нужно было вычислить какие партии прошли 5% барьер что ли я сейчас не помню ребята так давно это была эта задачка ну в общем найти нас будет сейчас найти просто самую популярного товарища для этого очевидно что мне требуется подсчитать частоты то есть для каждой фамилии которая здесь присутствует мне нужно подсчитать частоту появления в списке если следовать логике той задачи как она была изначально там про выборы там было известно заранее о том что партии не более 10 то есть количество участвующих в голосовании не более 10 то есть мы могли сделать массив из 10 строк да рядышком массив из 10 счетчиков когда мы встречаем новую фамилию мы вносим ее в этот список себе повышаем такой счетчик уровня заполненности говорим у нас на 1 больше в тот счетчик заодно проставляем единичку что у нас встретился первый товарищ первый раз встретился первый бюллетень за него и постепенно расширяется список то есть в чем фишка фишка в том что мы не знаем заранее кандидатов вот представьте себе что это было бы открытое голосование в котором каждый из вас берет и пишет любимого автора учебника понимаете одного и у меня список бумажек и я не знаю сколько еще встретится может быть вы все напишите вообще раз мне нужно добиться расширяемости той структуры данных тех счетчиков которые будут хранить информацию о авторе сколько раз этот автор встретится давайте использовать для этого как раз словарь давайте попробуем использовать для этого словарь ну я для этого что я делаю сейчас волкс словарь будет у меня называться голоса волкс я вначале сделаю это словарь я узнаю количество n сколько будет всего этих самых подаваемых голосов различных строк содержащих фамилию и запускаю счетчик for i in range n и вот пожалуйста я имею соответственно имя за которое будем голосовать name так и равно input и так теперь мне надо аккуратно впихнуть это имя в словарь но у меня есть два варианта я же это не первая итерация вполне вероятно что это какая-то n-то итерация и у меня уже часть фамилии часть имен присутствует в списке поэтому мне надо проверить есть он там или нет чтобы не произошел ни в коем случае кейтеров что я делаю если name in votes двойкурчки то есть если имя есть у меня в имеющемся словаре голосов то что я должен сделать я должен просто увеличить количество голосов за данное имя кстати я не сказал о том что это работает но вот это работает я имею ввиду плюс равно присваивание с инкрементацией увеличение увеличить на то же самое равно плюс 1 то есть я беру и конкретное значение обратите внимание ключи хранимые в словаре неизменяемые обязательно неизменяемые обратите внимание кстати что что бы произошло если бы это разрешалось изменяемые брать как ключ словаря то мы бы тогда что могли бы добавить он встрял куда-то в хэш таблицу с одним ключом а потом ключ взял и изменился а индекс остался прежним понимаете то есть это обоснованная причина почему так нельзя я стараюсь обосновывать почему в питоне строки неизменяемые я обосновал и объяснил что есть у этой 8 кодировка юникод неравномерная почему нельзя отпихивать символы в середину ну нельзя поэтому строки неизменяемые в питоне вот здесь тоже очевидно ключи должны быть неизменяемого типа а вот значения вэриус любые может ли словарь быть значением одного из ключей словаря да хоть каждый из элементов будет словарек пожалуйста можно ли чтобы множество было вэрию значением одного или другого ключа словаря да хоть всех пожалуйста множество могут быть значением кстати для того чтобы использовать множество в качестве ключа можно использовать специальный тип я его тут не упомянул она называется frozen set замороженное множество множество которое остается множеством но при этом его нельзя изменять то есть у него ну я стер уже про множество но у него все что добавляет и удаляет элементы нельзя а все остальное в нем работает frozen set и заодно оно хэшируемое его можно использовать как ключ в словаре правда это уже совсем какая-то специфика я реальных задач где-то надо не видел ладно давайте закончим если он такой был то просто добавить к нему еще один голос а если его такого не было ну тогда votes от name равно один тут возникает вопрос ну что-то как-то знаете вот не ну дальше там уже у меня собраны все эти голоса дальше мне надо просто сделать список этих самых пар голосуемый и голоса отсорфировать по этим по голосам по убыванию взять первый элемент я не буду сейчас этого делать это довольно просто да я могу взять ну чтобы вы кстати понимали да я могу взять чтобы получить обратно список кортежей ключ ключ-значение пар я могу сделать так а равно лист от votes точка items items возвращает мне итерируемый список ключ-значение пар ключ-значение соответственно вот эта штука она мне выдаст вот такой вот списочек в котором будет написано соответственно библинишек у меня там два раза встречаются запятая два скобка запятая и так далее вот так это будет выглядеть в итоге если я сделаю лист на основании vote cycles ладно но это сейчас линии не интересует я не буду сортировать я не буду добывать давайте вот сейчас вот с этим разберемся во-первых вот это правильно и поверьте мне по сравнению с другими языками программирования это очень компактно записано вам не надо организовать поиск после этих массилов их не надо связывать друг с другом вам не надо делать массив структур там доступаться к их полям классно красиво понятно читабельно но если уж вы вдруг вы хотите сделать это в две строки ладно в одну строчку то нам поможет операция поп которая позволяет нам вот это поп с дефолт вейл которая позволяет нам но это исключительно в качестве код гольфа потому что это и так хорошо не знаю надо ли от этого куда-то уходить давайте я не буду это стирать но я могу показать что некий почти квивалент он будет работать по-другому но все-таки я напишу его должен делать лишние операции он асимптотически хуже это работает быстрее ну ради код гольфа чтобы показать что питомность льда может в одну строчку можно что я могу сформулировать я скажу так я д от name положу значение д точка поп от name а дефолтным значением назначу 0 плюс 1 что я делаю я здесь вот в этой одной фразе я аккуратно удаляю из словаря ключ name забирая количество голосов за этого name запекли мишево или кого-то там еще да забирая количество голосов прибавляя к нему единичку и обратно запихивая по тому же самому ключу в словаре то есть ровно почти то же самое что плюс равно 1 но исключая то что лишним является удалили добавим да что для таблицы не очень хорошо удаляя нехорошо конечно но зато в одну строчку написали а если нет такого name тогда d поп не уничтожает элемент оттуда никакой раз его нет а вместо этого возвращает нолик к нолику прибавляется единичка и d от новоявленного name становится равном единичке я предпочитаю все равно вот этот вариант но вот можно и так тоже выкатриться не успел я вам наверное ничего рассказать про базы данных я вам скажу есть такая классная штука революционная база данных это целая область деятельности ей можно посвятить жизнь свою профессиональную люди которые на этом работают зарабатывают много денег им платят госкорпорации всякие финансовые институты и так далее вот это развивающаяся отрасль и вот многое там не все но многое там оно основано на хэш-таблице хотя конечно никто не отменяет революционную математику все там выросшее рядом всякие окружения и так далее спасибо вам большое до свидания до свидания спасибо